В Магадане объявлен режим повышенной готовности. Это связано с переполненными контейнерными площадками на улицах города. На прошлой неделе региональный оператор Магаданский на высоком уровне обещал исправить ситуацию. Рейдовая бригада мониторила происходящее на контейнерных площадках, но они до сих пор остаются переполненными. Баки забиты не только бытовыми, но и крупногабаритными отходами. По словам мэра Магадана, мусоровозов на улицах города стало еще меньше, чем на момент объявления режима повышенной готовности. Муниципалитет ничего не должен региональным операторам. Муниципалитет только потребляет услугу, но платит за эти услуги граждане. Каждый из вас получает квитанцию от регионального оператора. Юридические лица, заключившие договор, платят по этим договорам региональному оператору. Заказчиком услуги является Министерство строительства ЖКХ правительства Магаданской области. Контролирует вывоз мусора государственная жилищная инспекция. Административно-техническая инспекция Магадана смотрит за порядком этой процедуры и составляет протоколы. К административной ответственности нарушителей привлекает государственная жилищная инспекция и полиция. По нормативу отходы должны вывозить не реже одного раза в неделю. Это связано с санитарно-эпидемиологическими нормами. В прошлом году дополнительные мусорные баки приобрели за счет средств областного бюджета. В этом году губернатор Магаданской области внес в программу столица закупку мусорных баков, евроконтейнеров, оборудования и ввел субсидию на эти цели около 50 миллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Мы начинаем с вами новый учебный год. Он особенно важен для нас, но об этом чуть позже. А сейчас я хочу обратиться к тем, для кого этот год важная точка в жизни. Это вы, наши первоклассники. И мы желаем вам, чтобы огонек, искорка и желание к знаниям никогда не угасли у вас за эти 11 лет. Это вы, наши пятиклассники. И мы очень верим в то, что вы справитесь с новым этапом вашей школьной жизни. Это вы, наши девятиклассники. И мы возлагаем на вас очень большие надежды. И это вы, наши любимые 11-классники. Наш дорогой выпускной класс. Мы верим, что вы своими результатами на экзаменах подтвердите качество образования в нашей школе. Вот и закончилось календарное лето. Для школьников осень – особая пора. А 1 сентября – важный и волнительный день. Череду праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Знаний, открыл лицей номер один. Поздравить детей со знаменательным праздником пришел мэр города Юрий Гришан. Как пройдут школьные годы, зависит от этих замечательных людей, которые за моей спиной. Это учителя, которые сегодня приняли первый класс. Кстати говоря, больше, чем первая школа, не приняла ни одна школа. 102 ребенка идет в 4 первых класса в школе номер один. Один выпускной класс – это говорит о том, что требования к знаниям, к переводу из класса в класс, самое главное – перейти на третью ступень дорогого стоит в этой школе. Поэтому вот они, самые лучшие. И не только в школе номер один, но и в городе Магадане. Я ежегодно вручаю золотые медали ребятам, которые заслужили их особыми успехами в учебе. И среди номинантов золотой медали очень много выпускников именно школы номер один. Добрый час! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В российских школах с нового учебного года начали вводить традицию поднимать государственный флаг. Такая инициатива поступила от главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Президент Владимир Путин также поддержал идею вести в школах традицию ежедневного поднятия флага России. Ведь во многих регионах она уже существует. Сегодня мы находимся на базе 28-й школы, где учатся наши курсанты, курсанты клуба «Наследие». И сегодня наши курсанты на торжественной линейке вынесли знамя Российской Федерации. Так как сейчас на федеральном уровне поддержан проект о том, чтобы в каждой школе поднимался флаг России, то мы вот решили, что надо начинать это делать именно с тех школ, где наши есть курсанты. Даниил Сомов уже не в первый год возглавляет молодежный патриотический клуб «Наследие». Он занимается по всем канонам правильным делом не только по призванию, но и, как сам признается, по душе. Основное направление клуба – привлечение молодежи города к изучению истории родного края, отечества, воспитания в них духа патриотизма. Первое сентября – это не только праздник школ, институтов, политехникумов. Это и наш праздник, как у нас тоже начинается наш учебный год. Хоть мы и весь год функционируем, но наш учебный год. На сегодняшний день для курсантов разработаны учебные программы, по которым они будут заниматься. Это огневая, строевая, физическая, парашютная, медицинская подготовка. То есть они за курс обучения освоят азы. В этом году молодежному патриотическому клубу «Наследие» исполняется 5 лет. В нем занимаются около 30 курсантов. Но вскоре планируется пополнение, ведь магаданцы возвращаются с отпусков. В первую очередь это мое желание, потому что меня затягивают военно-патриотические клубы. Мне нравится строевая, стрельба, то есть все, что там преподают. И разные соревнования, в которых можно проявить себя. Рафик в клубе занимается более года. Для него «Наследие» – это некая площадка, которая помогает подготовиться к службе в армии, получить новые знания, отточить умения и навыки. В дальнейшем он планирует поступить в высшее военное учебное заведение. С 1 июня в павильоне парка «Маяк» работает выставка «Морская азбука». Недавно была выпущена небольшая книга с красочными фотографиями и рассказами о том, кто обитает в отливной зоне Охотского моря. Таким образом, некоммерческая организация «Артсоюз» просвещала как детей, так и их родителей. Сегодня должен быть последний день, когда работает выставка. Однако по просьбе многих магаданцев ее решили продлить еще на две недели. Сегодня мы провели такой праздник. Ну, во-первых, освежили знания детей, потому что все они летом здесь побывали. В группах лили с родителями. Освежили их знания о том, что же за морские зверушки, какие водоросли водятся у нас, как называется наше море. Потом у нас была игра, тоже связанная с морем. Ну, и вы наверняка видели двух замечательных персонажей. Это Камбала и морская звезда. Такие, хоть и неразговорчивые, потому что морская живность, но они с детьми провели время и потанцевали с ними, сфотографировались. И, конечно же, такая, знаете, изюминка нашего праздника – это то, что дети раскрашивали вот эти картины. И мы каждому классу дарим еще уменьшенные копии этих картин, раскрасок таких, чтобы они могли дома или в классе продолжить эту работу. Из-за того, что сегодня много детей приедут на эту выставку, классам не разрешают раскрасить весь рисунок целиком. Поэтому только последняя группа ребят, которая примет участие в этом мероприятии, сможет нанести заключительные штрихи, чтобы завершить картину. К слову, сегодня выставку посетили более пяти классов, а всего за лето около трех тысяч магаданцев, как самых маленьких, так и взрослых.